здравствуйте ребята сегодня у нас с вами четвертый урок и сегодня на нашем уроке мы ознакомимся с очень большой группой которая у нас называется углеводороды и так на прошлом уроке мы собственно говоря с вами уже немножко познакомились с предельными углеводородами и даже написали гомологический ряд из пяти веществ формулы и название которого необходимо было выучить итак давайте с вами посмотрим что же такое алканы алканы это предельные углеводороды или органические соединения состоящие из углерода и водорода и имеющие в своем составе только одинарные связи и отвечающие формуле cn h2n плюс 2 те вещества те гомологические гомологический ряд алканов которые мы с вами писали на прошлом уроке я соединила в одну табличку и так значит первое вещество с молекулярной формулой c h4 у нас называется метан и его структурная формула так и остается это единственное вещество которое можно записывать как обычная молекулярная и структурная формула следующее вещество c2 h6 это этан со структурной формулой c h3 c h3 и вещества c3 h8 пропан со следующей структурной формулы которую вы видите справа бутан с молекулярной формулой c4 h10 структурную формулу которую вы видите опять же справа и c5 h12 пентан со структурной формулой которые вы видите внизу обратите внимание что каждое последующее соединение которое у нас имеется отличается от предыдущего на один атом углерода и два атома водорода такая разница будет называться гомологическая разница то есть гомологами являются вещества где происходит удлинение вещества на группу c h2 она может быть 1 2 3 ну и так далее давайте разберем физические свойства алканов первые четыре представителя гомологического ряда то есть метан этан пропан и бутан являются газами следующее вещество c5 по c15 это жидкости c16 и выше это более тяжелые твердые вещества хотелось бы немножко сказать что что это такие вот вещества у нас природе первое вещество метан попутном нефтяном газе у нас содержится вещества от c1 до c6 не все содержатся вещества жидкие и и твердые растворены в нем твердые вещества давайте посмотрим химические свойства алканов естественно то что эти вещества содержатся в попутном в природном газе в нефти и в каменном угле все эти вещества мы используем в нашей повседневной жизни для реакции горения так как они горят то идут с выделением тепла первая реакция горения при горении органических веществ алканов у нас всегда образуется углекислый газ и вода хотелось бы сказать что при горении любого органического соединения всегда выделяются вот эти два важных компонента углекислый газ и вода поскольку эти вещества являются предельными называется предельными углеводородами то все четыре валентности у него как мы уже отмечали заняты водородами то получается так что эти водороды могли бы заместиться на какие-то другие атом в девятом классе мы всегда приводим только первый этап этой реакции потому что например в метане четыре атома углерода они могут быть замещены все но для того чтобы вам было более понятно мы приведем только первую ступень замещение одного атома водорода на один атом галогена в этом случае образуется вещество ch3 хлор и тот водород который заместился на хлор с другим хлором образует побочный продукт аж хлор и так следующий класс соединение это алкены непредельные углеводороды алкены это непредельные углеводороды состоящие из углерода и водорода имеющие в своем составе только одну двойную связь и отвечают они формуле cn h2n h2n то есть здесь сокращается два атома водорода по сравнению с алканами давайте посмотрим гомологический ряд если мы сравним формулу алканов и алкенов то получается на два атома водорода будет меньше поскольку двойная связь должна стоять между двумя атомами углерода то первым представителем будет являться вещество с формулой c2 h4 этен иногда название смягчается и будет называться этилен и так между атомами углерода ставится двойная связь и далее до четырех валенностей мы расставляем атомы водорода в первом и во втором случае это будет по два атома водорода и так второе вещество с формула c3 h6 мы чертим цепь из трех атомов углерода после первого ставим двойную связь расставляем водороды до 4 валентности в первом случае это будет два атома водорода у 2 атома углерода будет один атом водорода и у третьего будет три атома водорода. Кстати, в названиях мы суффикс «ан» поменяли на суффикс «ен», поэтому первое вещество будет называться «этен», второе вещество будет называться «пропен», и суффикс «ен» у нас означает наличие одной двойной связи. Аналогично поступаем со следующими веществами. Чертим цепь из четырех или пяти атомов углерода, ставим одну двойную связь и расставляем атомы водорода до четырехвалентности. Аналогично меняем название. Был бутан, стал бутен. Был пентан, стал пентен. Давайте рассмотрим физические свойства представителей А-класса алкенов. Первые три представителя гомологического ряда алкенов, этилен, пропилен и бутилен, это газы. С С5 до С17 это такие же жидкости, как и алканов. С С18 и выше идут уже твердые вещества. И с увеличением молекулярной массы повышается температура плавления и кипения. У алкенов добавляется к разветвленности изомерия алканов, добавляется еще изомерия положения двойной связи. Например, первое вещество. Вот давайте возьмем. Здесь я изобразила на первой структурной формуле наличие двойной связи после первого углеродного атома. И поэтому это вещество будет называться бутен-1. То есть софиксен означает наличие двойной связи. Цифра 1 показывает, что эта двойная связь стоит после первого углеродного атома. Второе вещество. Второе вещество. Двойная связь стоит после второго углеродного атома. И логично получается то, что это вещество будет называться бутен-2. Химические свойства. Так как эти вещества, этот класс соединений будет называться непредельными, то есть одна валентность у каждого атома углерода будет нереализована, то для класса алкенов будут характерны реакции присоединения. Например, можно присоединить галоген, бром или хлор. В данном случае мы взяли для примера присоединение бром. Вторая связь, она очень слабенькая. И при подходе к ней другой молекуле, она разрывается, словно пружинка. И к разорванным связям происходит присоединение одного и второго брома и с образованием одинарной связи. То есть образуются предельные вещества. Вторая реакция очень важная. Это реакция полимеризации. При определенных условиях, здесь мы пометили температуре, давлении и катализаторе, та же самая, вот эта слабенькая вторая связь, разрывается. А поскольку присоединять нечего, то молекулы начинают присоединяться друг к другу. И образующееся вещество будет вам известно под названием полиэтилен. После алкенов мне хотелось бы вам представить следующий класс непредельных углеводородов. Это алкины. Алкины – это тоже непредельные углеводороды, органические соединения, состоящие из углерода и водорода, имеющие в своем составе только одну тройную связь. И они отвечают форму лица NH2N-2. То есть еще сокращается два атома водорода, теперь по сравнению с алкенами. Мы не будем разбирать весь гомологический ряд. Я бы хотела просто вам привести пример одного представителя. Это этин. То есть суффикс «ин» означает наличие одной тройной связи. Это вещество, скорее всего, вам знакомо, потому что этин, он еще называется ацетилен. Это вещество получается при газовой сварке. Если вы видели большой красный баллон, в который засыпается карбид, туда наливается вода. При этом происходит реакция с образованием извести и как раз выделением вот этого газа ацетилена. При поджигании этого газа ацетилена создается температура, достигающая 2000 градусов. И как я внизу написала, что он применяется при сварке металлов. Все вот эти вот вещества, представители ацетилена, они также способны к реакциям присоединения и полимеризации. Следующим классом соединений, которые мы изучаем из большой группы углеводородов, это будут циклические углеводороды. Цикл можно составить, конечно, из одного-двух атомов углерода составить нельзя. В цикл можно сомкнуть три атома углерода. Поэтому первым представителем класса циклических соединений будет циклопропан. Значит, четырехвалентность у каждого атома углерода считается следующим образом. Итак, каждый углерод имеет уже две реализованные связи на соединение с другими атомами углерода. То есть остается еще по две валентности, которые идут на соединение с водородом. Здесь я привела циклы из трех, четырех и шести атомов углерода. И еще имеется один класс соединений, ароматические соединения, которые вы будете изучать в 10 классе. Это соединение с формулой С6А6 бензол. Почему я его привожу? Потому что следующее, о чем мы будем говорить, все вот эти вот вещества, которые мы сегодня с вами рассмотрели, они у нас содержатся и образуют разные виды топлива. Итак, давайте сейчас рассмотрим. У нас существует твердое жидкое газообразное топливо. В качестве газообразного топлива мы рассматриваем природный попутный газ. Как мы уже отмечали выше, природный газ это метан на 98%. Попутный газ это смесь газов метана, этана, пропана и бутана. Жидкий вид топлива составляет алканы, циклолкары, алканы и ароматические углеводороды. И, наконец, твердое топливо это каменные угли и нефть. Хотелось бы немножко остановиться на нефти. Значит, что мы можем получить из нефти? При фракционировании, то есть разделении нефти, нагревании, образуются три важные фракции. Из нефти можно получить бензин, керосин и мазут. Бензин и керосин это у нас топливо, оба вида топлива, которые применяются соответственно. Автомобильный вид топлива, керосин это в самолетостроении и в бракета. Мазут используется не только как топливо, но и в асфальтостроении. На этом наш урок закончен. Встретимся в следующий день, на следующем нашем пятом уроке. До свидания.